Здравствуйте, о погоде на завтра Татьяна Ермилова. Посмотрим, кто из школьников рискует попасть под дождь, а кому на школьной линейке улыбнется солнце. И начнем по традиции с Дальнего Востока. Для континентальных районов прогноз неплохой. Циклон над акваторией Охотского моря уходит все дальше на восток. В Магаданской области ветер стихает, и дожди идут на убыль, но погода остается холодной. В Магадане около 10. Распогодится на юге Камчатки. В Петропавловске-Камчатском уже без осадков и заметно потеплеет. Днем до плюс 20, но вот в восточных районах Якутии усилятся дожди. Местами даже с мокрым снегом, и днем будет только плюс 5-10. На юге материка усиливается антициклон. Он разгонит облака в Амурской области, в южных районах Хабаровского края и в Приморье. Благовещенске и Хабаровске погода близка к идеальной. Днем плюс 22-27. Столько же и в Забайкалье, но холодный фронт уже на подходе. Завтра он ворвется в Прибайкалье. В Иркутской области резко похолодает и хлынут грозовые дожди. Осенняя погода на юге Красноярского края и в Западной Сибири. Завтра почти везде пройдут моросящие дожди, и днем будет всего плюс 10-15. Только самые западные районы Сибири, юг Тюменской области и Урал, остаются в стороне. От ненасти там солнечно и снова выше 20. По-прежнему не по сезону тепло в средней полосе европейской части и в Черноземье. Но кое-где уже чуть ниже, чем накануне. От Смоленска до Владимира и от Ярославля до Воронежа плюс 25-30. Небольшой циклон над Черным морем подпортит погоду на юге. Местами пройдут короткие дожди, кое-где прогремят грозы и слегка собьют температуру. Еще один фронтальный раздел тянется на севере. От Петрозаводска до Сыктывкара тоже. Временами дожди и днем около 20. А для столиц прогноз вполне благоприятный. В Петербурге завтра до плюс 25 без осадков. Не будет их и в Москве днем 26-28. Здравствуйте! О погоде на завтра в студии Татьяна Ермилова. По предварительным расчетам в ближайшие 4-5 дней на большей части европейской территории России сохранится антициклональный характер погоды. А если проще, солнечная феерия в средней полосе продолжится. Правда, наш горячий антициклон уступит место другому, более прохладному, который выходит из Скандинавии. Но перемены окажутся только к лучшему. В понедельник не слишком жарко, но все равно очень тепло, даже по летним меркам. В центре 26-28. На Волге около 25. В Черноземье по 30. Везде сплошное солнце. На очень теплой стороне снова северо-западный район. Днем до 26. А небольшие дожди пройдут лишь местами. На севере тоже местами дожди. Воздух немного остынет. В Архангельске плюс 19. Восточнее ближе к 10. Но и это еще не осенние показатели. А в Мурманске даже потеплеет до плюс 18 и солнечно. На юге температура тоже летняя, около 30 градусов. Над Черным морем закрутится небольшой циклон и прольет местами дожди. В Крыму, на Кубани, в Ростовской области возможны грозы. В Санкт-Петербурге завтра днем плюс 22-24. Короткие дожди пройдут по области. В городе они маловероятны. В Москве снова без осадков и плюс 26-28. Такая температура на 5 градусов выше нормы. Также и во вторник. Затем очень плавное и медленное понижение. И все это на фоне малооблачной погоды. На этом все о погоде. Здравствуйте, с вами Наталья Зотова. На юге Дальнего Востока, ко дню знаний, антициклон разгонит облака. И днем до 25. У Байкала тоже тепло. В Чите без осадков. В Улан-Удэ начнутся дожди. Это холодный фронт из Сибири. В Иркутске еще 21 градус. А в Красноярске и в Новосибирске плюс 14. Утром не выше 10 и везде дожди. А ближе к Уралу все лучше. В Тюмени и в Екатеринбурге уже выше 20 и без осадков. На европейской части происходит смена антициклонов. Дожди пройдут на севере и там до 20. На северо-западе потеплеет до 26 и осадков минимум. В центре по-прежнему солнечно. Здесь посвежеет, но всего на пару-тройку градусов. На юге появится небольшой циклон. Местами дожди и грозы. На Кубани жара немного ослабеет. У Черного моря около 30. В Петербурге без осадков и 24. В Москве 27 и 40.